всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гелла васадзе и сегодня у нас новый гость который я надеюсь будет очень часто бывать у нас это руководитель для основатель центра geocase виктор витрияне здравствуйте виктор очень рад вас видеть здравствуйте гела очень рад вас видеть и спасибо что пригласили меня к вам спасибо вам большое спасибо и виктор конечно же специфика канала заставляет меня говорить прежде всего о внешней политике и внешней политики по отношению к нашим ближайшим соседям начну с темы которая в общем-то не может не волновать нас хотя честно говоря медиа грузинские медиа уделяют до обидного мало внимания этой теме я имею ввиду тему главного конфликта на южном кавказе от решения которого зависит я думаю судьба всего региона речь идет о армяно-азербайджанском конфликте и отношениях грузии с азербайджаном и с армянкой начнем с азербайджана по вашему мнению насколько важен для нас азербайджан и насколько важны вот эти отношения которые сложились ну не вчера и очень долгие годы в общем то есть не сказать больше веками складывались отношения между грузинским и азербайджанским народом ну и соответственно между грузинским государством и азербайджанским спасибо гела знаете насколько мы старались попозиционироваться с точки зрения равно удаленности скажем так или равное дистанцирование когда мы говорим о грузинских отношениях с азербайджаном и арменией давайте признаемся и посмотрим против глаза что с азербайджаном силу ряда объективных причин нас связывает сегодня гораздо больше это не упрек нашим армянским коллегам конечно просто объективной ситуации исторические реалии как прошлого века так и процессов в этом веке конечно заставляет нас говорить о сравнительно большей близости скажем так или даже скажем так большем высоком уровне отношения с азербайджаном этот вектор который был предопределен и который раз уже наверное не стоит повторяться на эту тему целым рядом магистральных проектов которые были осуществлены еще в конце начала это точнее начали осуществляться в конце начала предыдущего века прошлого века они конечно предопределили эту стратегическую ось которая очень часто говорил что когда мы говорим о правопорядке южном каваказе предопределяющим на данный момент это объективная реакция объективная картина которую мы не сумеем умолить ни в коей мере это как раз двусторонние отношения поэтому есть та данность которая предопределяется теми проектами которые вошли в историю под названием баку пелесы джихан баку эрзерум баку карс баку субца есть ряд проектов на подходе это сведенный коридор и так называемый значит электрический кабель по черному пау так сказать подно черного моря это конечно еще более предопределит близость наших двух наций двух государств и чтобы сказать как то вот подытожить сегодня часть нашего разговора конечно же это объективная картина которую надеюсь также объективно оценят наши армянские коллеги особенно исходя из сложившейся сложившейся конфигурации в южном кавказе я конечно осознаю что я не в той роли чтобы учить кого-то чему-то по крайней мере это сайте процессы которые происходят в южном кавказе это усиление и турецко-азербайджанская и 8 скажем так это кстати не только усиление бюдженска турецкая оси и азербайджанская турецкой оси но это определенное определенные трехсторонние отношения которые особенно в плане безопасности и значит а бороан способности связывают азербайджан грузию и турцию в то же время это определенное это сказать не до понимание скажем так давайте вот так от скажем не до понимания российской политики российского отношения к армянской теме и к армянским интересам во время так называемой Второй Карабахской войны. В общем, чтобы не углубляться сейчас в эту деликатность, деликатную составляющую этого вопроса, я нашим армянским коллегам всегда очень откровенно говорю, прямо говорю, наверное, это сейчас настал такой момент критический, переоценить определенные позиции и, так сказать, подтянуться, скажем так, к процессу. Вот, наверное, очень вкратце, если, так сказать, озвучить мою позицию насчет вашего вопроса. Спасибо за очень четкий и структурированный ответ. И вот вы упомянули азербайджанно-грузинско-турецкое взаимодействие, причем и в сфере безопасности. Ну вот, например, у Азербайджана есть основания сказать, что так или иначе они вопрос своей безопасности решили. Я имею в виду Шушинскую декларацию и так далее. Насколько Грузию может удовлетворять уровень отношений вот именно в сфере безопасности с Азербайджаном и с Турцией, учитывая, что для Турции, может быть, в меньшей степени, конечно же, Турция все-таки большая страна, имеет много интересов, много выходов и так далее, но для Азербайджана Грузия, конечно, критически важная страна. Мы являемся продолжением друг друга. И то, что происходит в Грузии, и то, что происходит в Грузии, конечно же, я всегда шучу, что стоит Грузии в Белесичьих ночь, в Баку появляется насморок. Я думаю, что это отличная формулировка, во-первых, наших отношений с Азербайджаном. И, знаете, вот, как сегодня, когда говорят о потенциале азербайджанской экономики и т.д. и т.п., да, мы признаем, что этот потенциал сегодня довольно-таки усомый. Но, опять же, это, кстати, не виляя хвостом, скажем так, и, будучи предельно откровенным, мне побывалось, представился случай на протяжении последних полтора месяца дважды побывать в Баку. И когда мы даем оценку Грузии об азербайджанским отношениях, откровенно говорим, что, знаете, вот самодостаточность, скажем так, вот азербайджанской экономики, и она в значительной степени предопределяется степенью отношений Грузии. И, наоборот, самодостаточность и самобеспеченность, скажем так, грузинская самодостаточность, больше я, наверное, на это слово буду упирать, она в большей степени, так сказать, обусловлена отношениями с Азербайджаном. Шушенская депутатация, уникальный документ, уникальный документ, посредством которого, не знаю, сейчас, наверное, так, спорный вопрос, ну, Турция очень весомо вернулась в регион, в принципе, она и до того была в регионе, но, наверное, Шушенская декларация придала, сказать, абсолютно другую правую значимость, политическую значимость турецкого присутствия. И уникальность этого документа заключается в том, что и посредством Шушенского документа вроде бы НАТО постучались в тюрье Южного Кавказа, учитывая то, что Турция является очень своеобразным, но, тем не менее, формальным членом Североатлантической Альянсии. И попаздывая, она является членом НАТО, но неформально. Да, да, да. Поэтому, так сказать, вот в этой стезе, в этой плоскости, конечно, мы имеем абсолютно на другую данность, и в то же время, учитывая, так сказать, специфику, мягко говоря, специфику, как договор о коллективной безопасности был, членом которой является Армения, то, кстати, был апробирован, скажем так, в буквычках апробирован в процессе Второй Карабахской войны, понимая, что есть определенная специфика ТТТП, мы слушали российскую позицию, мы слушали армянскую позицию, но в любом случае есть определенное, так сказать, ну, скажем так, раздвоение или разночтение в документе. Я, наверное, опять вот как-то вот делал вот этот крюк, вернусь к тому, что вот когда мы говорим о целостности Южного Кавказа, насколько прочными не были бы грузинцы-грузино-азербайджанские отношения, они никогда не будут, так сказать, полномасштабными и цельными, если армянские элементы и армянская тема не будет должным образом присутствовать. Без всякой патетики Гелла, без всякой риторики, у нас все три столицы, как Ириван, так и Баку, так и Тбилиси, несмотря на целый ряд проблематических вопросов отношения, все это все-таки связывает одна общность. Южный Кавказ, к сожалению, по сегодняшний день ассоциируется с целым рядом негатив. Войнами, конфликтами, т.д. и т.п. Учитывая то, как складывается современный миропорядок, это все-таки, так сказать, больше, это, так сказать, регионализация, так сказать, высвечивание региональных центров, наверное, когда мы говорим об Южном Кавказе, и все-таки Южный Кавказ упоминаю критерии к большому бассейну Черноморского побережья. Вот здесь, когда мы говорим об общности Гена, как раз общность наша трехсторонняя заключается в том, что как-то вот распрощаться с этой токсичностью восприятия, ассоциацией с Южным Кавказом. И когда мы говорим, так сказать, о мировом правопорядке, насколько он конкурентен, насколько он эгоистичен, скажем так, насколько доступ, так сказать, благам международной глобальной экономики, так сказать, лимитирован, и насколько впечатляющей является очередь к тому, чтобы, так сказать, в полное время, по полной степени иметь доступ к инвестициям, и технологиям, и т.д. и т.п. Наверное, вот это, значит, осознание того, что сделает наш регион, наш маленький регион, по мере возможностей конкурентоспособный, по мере возможностей, так сказать, более, так сказать, модернизированный, наверное, это та определяющая, которая должна как-то помочь, во-первых, в первую очередь, нашим армянским коллегам, азербайджанским коллегам достичь того значимого события, в ожидании которого мы все являемся, к концу этого года, так сказать, подписать мирный договор, который предопределил, так сказать, начало новой вехи отношений между этими двумя странами, это, конечно же, не только в интересах Еревана, не только в интересах Пакона, но и в интересах Грузии, потому что, несмотря на нашу историческую миссию, когда Тбилиси всегда, и Грузия всегда являлась, так сказать, объединяющим звеном, объединяющим фактором, если вот в этом понимании вопроса не будет, так сказать, синхронизации, не будет определенной, так сказать, логики движений и решений, конечно, нам будет очень сложно. Поэтому вот как-то вот равноудалиться от токсичности этих вопросов и увидеть все блага в средней перспективе или в долгой перспективе, наверное, вот я очень надеюсь, что рационал преобладает в решениях как наших армянских коллег, так и бальзинских коллег. — Супер, ну вы заставили меня позавидовать, вы два раза были за последние полтора месяца в Баку, а я один раз. Правда, у меня есть одно небольшое преимущество, я еще и в Шушет. — Да. Я, Гело, как-то вот вы меня поставили в неловкое положение, потому что мне придется нейтрализовать и это ваше преимущество, потому что при первой поездке я так же побывалась бы в Шушет. Но это сейчас, так сказать, полуюмор, полушутку, полусерьез. Наша поездка в Шушу была крайне интересной гелоп. У нас была возможность присутствовать буквально на трехчасовой пресс-конференции президента Азербайджана Ильхана Малиева. Это была очень интересная пресс-конференция, потому что там были сделаны очень крайне важные акценты не только с точки зрения азербайджанского подхода, но и для нас в Грузии. И я скажу вам откровенно и для нашего слушателя, что определенными заметками я поделился с нашими армянскими коллегами, потому что, еще раз говорю, тема, так сказать, о Южном Кавказе, она настолько переплетена, эти трехсторонние отношения, что часто вот как-то вот разрубить их и расположить, так сказать, в отдельные, так сказать, национальные корзинки было бы не только сложно, но и непрактично. Ну, я не знаю, как у вас впечатление о Шуше, а у меня вот все время пребывания в Шуше не покидало чувства, во-первых, того, что Шуше вот так вот географически очень похоже на Сигнаки наш. Я представляю, как это все будет. И тут же возникла ассоциация, сигналы у нас называют городом любви, так вот, Шуше тоже город любви. Там нельзя воевать, там это действительно город любви, и как раз таки я надеюсь, что разделяю ваши надежды, и об этом мы еще тоже поговорим, на мир, потому что, ну, альтернативы мира действительно нет, просто какой ценой. А пока, завершая тему грузино-азербайджанских отношений, я вас, конечно же, спрошу, что мешает и чего нет, чего не хватает в наших отношениях. Я думаю, предрассудки. Давайте вот сейчас, знаете, вот слишком много было написано на эту тему. У меня сейчас два инструмента, скажем так, два метода подхода быть слишком оригинальным и озвучивать эти темы, так сказать, и присваивать, так сказать, интерпретирование тех или тем, но второй метод, мне кажется, более, так сказать, более естественным. Вот спонтанность моего ответа и, скажем так, искренность моего ответа, она, наверное, будет более, так сказать, более значимой для меня и для, я думаю, в глазах наших слушателей. Предрассудки, знаете, вот предрассудки, предрассудки и определенный снобизм, который, наверное, в первую очередь связан, к сожалению, так сказать, с отсутствием традиции государственности. И понятное дело, что когда мы говорим с исторической точки зрения, так сказать, в этом плане у всех у нас есть очень интересный, так сказать, интересный материал, то когда мы говорим о современной государственности, о современных методах, так сказать, государственного управления, ТДТП, здесь, конечно, есть определенные моменты, когда и советское наследие, и посоветское наследие очень, так сказать, негативно повлияло на формирование, на должное формирование здравых подходов и здравого смысла и здравых рационалов при принятии решений. Поэтому вот этот эгоизм и эти предрассудки, конечно, они предопределили, так сказать, по ряду с другими, так сказать, причинами и те проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Плюс, учитывая наш, так сказать, своеобразный темперамент, который, так сказать, тоже, так сказать, сослужил нам не очень хорошую службу. И вот этим очень ловко воспользовались определенные внешние силы. Я думаю, что они гораздо лучше изучили, так сказать, и наш темперамент, наш характер, наши нравы, наши обычаи. И как-то все это воедино, вместе взятое, это, так сказать, предопределило. Конечно, я сейчас понимаю, что это, наверное, очень такое абстрактное обсуждение, так сказать, этого вопроса. Но что касается, так сказать, более структурированных подходов, еще раз говорю об этом, много пишется, много дискуссий, очень такого интересного характера. Но, наверное, больше такой вот импромпту, спонтанный ответ на ваш вопрос. Я все-таки, наверное, выделил, вот, давайте вот расскажем, отсутствие зрелости. Вот, по крайней мере, с грузинской точки зрения, вот отсутствие зрелости, надлежащей зрелости в определенных темах, или по определенным вопросам. Наверное, это дает о себе знать. И не во виду нашим армянским коллегам, и азербайджанским коллегам, наверное, это отсутствие зрелости. Я не про азербайджан говорил, потому что про Армению мы поговорим отдельно. Да, да. Ну, все-таки давайте вот так там. Чтобы не обидеть слишком себя, давайте, так сказать, приобщим к этой теме, с этим проблемам и Азербайджана, и Армении. И, наверное, больше прагматизм, больше рационал, больше конструктивность, меньше эгоизма, меньше предрассудка. Вот это было бы как раз, кстати, сейчас на этом этапе. И я бы добавил, во-первых, спасибо за откровенный ответ. Я об этом тоже часто думаю. Хотя предрассудков хватает и с другой стороны, и в этом плане. Кстати, о которых я не знал, и благодаря каналу я узнал. То есть там в комментариях очень много всего видно, и очень интересные вещи бывают. Но я бы сказал бы еще, наверное, недостаточная институционализация. Понятно, абсолютно понятно, что любой руководитель Грузии, в первую очередь, первая адреса у него должна быть Баку, Ереван. Это первое. И второе, это то, что, я думаю, что спецпредставитель по делам Южного Кавказа или кавказским делам, такая позиция в правительстве Грузии должна быть обязательно, потому что Кавказом нужно заниматься именно вот. Я абсолютно согласен с вашим подходом к теме. Я пару раз тоже, кстати, озвучил свое мнение по этому вопросу. Когда мы говорим о внешней политике Грузии, вы знаете, мне иногда кажется, что, понятное дело, там Бюссель, Североатлантическая, это ДТП, это наше магистральное направление, которое не может быть обделено ни вниманием, ни ресурсами, но иногда мне кажется, что мы слишком увлеклись этим направлением за счет региональных вопросов и непосредственно проблем нашего непосредственно соседа, скажем так. Поэтому не раз я писал об этой теме, и, так сказать, говорил о так называемой двухвекторности, скажем так, или двухчастотности, скажем так, грузинской внешней политики, понятное дело, это кардинальная, магистральная направляющая, которая предопределена нашей Конституцией, это ДТП, но как-то вот забывать о, так сказать, о региональных вопросах и непосредственных твоих отношениях с твоими непосредственными соседами и обделять, так сказать, вот эти отношения и ресурсами, и вниманием, и ДТП, наверное, было бы большой ошибкой. Особенно, когда мы говорим о понимании безопасности. Безопасность начинается непосредственно у своих ворот, и лишь потом она может распространяться, растираться, так сказать, на определенные альянсы, и ДТП. Если не будет мира непосредственно у твоих ворот, непосредственно у твоего, скажем так, крова, тогда, как говорится, искать гарантии безопасности где-то, так сказать, за сотни километров, за тысячи километров, наверное, здесь был бы определен, так сказать, ну, скажем так, не стоковка, скажем так. Поэтому конкретные механизмы, будь то спецпредставитель, как вы упомянули, Гела, вот по делам Южного Кавказа, это крайне интересная идея, и даже, так сказать, как-то был бы не против, если мы как-то вот в другой плоскости подняли бы этот вопрос в самом ближайшем будущем. Может, и другие механизмы, я не знаю, сейчас как-то несложно, так сказать, вот их так спонтанно сформулировать, но еще раз говорю, должное, должное внимание от Пелиси по этой теме как раз Гела, кстати, вернет нас к нашей исторической миссии, когда, еще раз говорю, это объективная данность, Пелиси всегда являлся, так сказать, предопределяющим местом политическим, геополитическим плане координации Южно-Тавказских усилий. Несомненно, но вот еще один момент, например, система информационного реагирования на кризисные ситуации. Честно говоря, вот из истории даже вот этого конкретно канала, через две недели после его возникновения, ну, после того, как мы открыли, значит, случилась история в Манисе. Неприятная, крайне неприятная история, но в итоге информационная, в какой-то момент я понял, что я должен просто-напросто выступить, что это было то ли поповедь, то ли призыв, я не знаю, что это было, но нужно было это сказать, потому что это не проговаривалось. То есть, как-то у нас обсуждали отдельно, там, в Азербайджане обсуждали отдельно, на самом Манисе да все кипело, слава богу, все это закончилось нормально, но так или иначе, вот история с информационным реагированием на кризисную ситуацию, она очень важна, потому что, ну, понятно, абсолютно понятно, что любой кризисной ситуацией может воспользоваться еще и внешней силой, и это... Конечно, конечно, вот когда мы говорили с вами, Гела, о недостаточной зрелости, она как раз и информационная плоскость, она очень четко, так сказать, прослеживается в плане манипуляции общественным мнением, поэтому вот даже вот как-то, как говорится, from top of my head, как говорится, вот так как-то, думая об этом вместе с вами, наверное, какой-то вот трехсторонний, скажем так, формат освещения тех или иных событий, который был бы, так сказать, и по объективности, и по, скажем так, доверию, был бы, так сказать, очень, так сказать, высокого качества, высокого характера, он, конечно, помог бы и властям тоже самое время, потому что, еще раз говорю, вот сейчас, каковы ни были бы, так сказать, национальные интересы и Азербайджана, и Грузии, и Армении, я думаю, что прежде всего в интересах всех этих трех властей минимизировать потенциал любого конфликта, минимизировать потенциал любой, так сказать, горячей фазы той или иной темы, потому что, еще раз говорю, это загонит всех нас, всех нас, без, так сказать, без различий, кто был прав, кто виноват, тот же сам угол, в котором мы находились более трех десятилетий. Особенно, когда мы говорим сейчас о крупных проектах, которые должны предопределить и преобразовать, так сказать, динамику южнокавказского процесса, сейчас, так сказать, любой выстрел, с какой стороны бы он ни был произведен, это, так сказать, выстрел, так сказать, в сторону всех наших трех стран. Абсолютно с вами согласен, и сейчас мы можем с чистой совестью перейти на отношения Грузии и Армении, и вот тут беда начинается уже сразу же с институциональности, потому что, несмотря на то, что нас связывает с Арменией и армянским народом многовековые отношения и так далее и тому подобное, институционально Армения находится в УДТБ и понятно, что там процессы идут очень интересные и так далее. Насколько это влияет и насколько это мешает или, наоборот, не мешает развитию и, скажем так, развитию отношений, потому что видим контакты, мы видим достаточно серьезные, в общем-то, я думаю, это правильное определение. Грузия вот. Да, давайте вот как люди, мы с вами достаточно чувствительны к этой теме, которая очень дипломатично подходит, давайте скажем так, влияет, не будем говорить мешает, но влияет, вот, и влияет очень значительно, по крайней мере, так мне кажется, так мне казалось, и вот, знаете, вот сейчас, когда мы говорим, так сказать, о новом измерении, вот как раз сейчас настало время, очень интересно, вот как, насколько динамичный будет сам внутриармянский политический процесс, конечно, мы сейчас не в той позиции, я не в той позиции, чтобы учить кому-то что-то, но я думаю, сейчас для Армении очень такое интересное окно возможностей открылось, для пересмотра, скажем так, определенных направлений, я бы пожелал, что этот пересмотр был бы в нужном русле и в нужном направлении, я еще раз говорю, исходя из того, хотя мы с вами люди, так сказать, частные, но давайте все-таки будем соблюдать определенные правила игры, деликатность, и т.д. не будем конкретизировать вопросы, но я думаю, что вот это окно возможностей, как раз хороший плацдарм для Армении, чтобы сказать, подключиться как к общему формату Южного Кавказа в плане хотя бы тех процентов, тех проектов, которые очень значимы не только для Грузии и Азербайджана, но могут быть значимы для Армении, и, скажем так, создать определенную равноудаленность, как минимум равноудаленность от российского вектора. Я думаю, что эта равноудаленность от российского вектора и должное сближение, скажем так, с западным вектором не помешало бы, скажем так, не помешала бы такая диверсификация армянской внешней политики. Насколько я могу судить по определенным публикациям такие, так сказать, размышления вслух в армянской общественности идут, помимо вот этих размышлений разного характера, обсуждений разного характера, делом мы с вами являемся свидетелями в последнее время интенсификации грузинско-армянских контактов, не раз визиты высокого характера, как с армянской стороной Грузии, так с грузинской стороной, не говоря там о телефонах, разговорах, и так далее. Это как раз, так сказать, я думаю, это расцениваю, как, скажем так, должное усилие Иривана как раз вот на эти новые ниши для диверсификации как региональной политики, так и международного вектора армянского, только еще раз говорю, посредством, так сказать, высшей регионализации армянского вектора. Очень часто в разговорах о сотрудничестве между Арменией и Грузией, ну, я, например, говорю, что, ребят, помните, мультфильм был во времена нашего детства, когда говорят, ты говоришь, с кем дружишь, со мной или с Зайцем? С тобой, говорит, и с Зайцем, а я, только с тобой, а со мной без Зайца дружить нельзя. Вот, в принципе, вот эта позиция наша, она может быть оправдана, что с нами нельзя дружить таким образом, чтобы исключать третью штуку. Например, понятно, что мы связаны с Возревременом, и, ребята, давайте вместе все это делать, давайте вместе все это. Может ли Грузия быть такой площадкой для сближения? Потому что последником, я всегда говорю, что последником мы не можем быть, у нас нет ресурсов для последнего числа. Да, да. Ну, мы помним о заявлении третьего октября, известных заявлений Совета национальной безопасности, когда мы предложили такую последческую миссию. Я понимаю, что это был, так сказать, больше жест доброй воли, который не был в силу ряда объективных причин обеспечен, так сказать, должными ресурсами. Но я думаю, что это тот жест такого морального, политического характера, который мы должны были сделать в то время. Что касается сейчас темы, насколько наши возможности совместимы с нашими желаниями, скажем так, конечно, переоценивать наши возможности в этом плане было бы очень банально и очень неправильно, но по крайней мере акцентировать наши желания быть более вовлеченным процессы. Я думаю, вот я вот который раз повторяю в ходе нашей беседы, это, знаете, вот безмессиянство, но это определенная историческая миссия Тбилиси. Я думаю, что когда мы говорим о функционале Тбилиси в общем, в контексте Южного Кавказа, как раз это тот функционал, который мы должны всегда подчеркивать и искать любую возможность для, так сказать, акцентирования вот этого функционала. В то же время дело, я думаю, что для грузинских властей, для официального Тбилиси, когда они говорят о той или иной функции или о той или иной роли, вот мы вспомним хотя бы сравнительно недавнюю инициативу премьер-министра Грузии Пису Нейбурхут инишитов, то есть инициатива по мирному Нейбурхуту, то есть соседству, да, несмотря на то, что, так сказать, вот эта инициатива с моей точки зрения она забуксовала и не нашла, так сказать, должного развития, этому есть определенные объективные причины, я думаю, что озвучивание инициатив, так сказать, высказывание тех или иных предложений, это как минимум то, что мы должны в должном порядке и обязательно в порядке делать. А что касается, еще раз говорю, вот не столько ресурсов, возможностей, я думаю, самое лучшее объяснение, самый лучший подход это честность и искренность. Понятное дело, что мы не можем, так сказать, позиционироваться как своеобразный Третий Рим, так сказать, в контексте Южного Кавказа, у нас нет, так сказать, ни возможности экономического характера, ни военного, ни... Да и желания, я думаю, у нас особого нет. Да, но вот это, так сказать, моральное измерение вопроса, скажем так, и желание, так сказать, быть, я не говорю, сказать, на обочине процесса, но более или менее, так сказать, к центру, поближе, так сказать, к эпицентру, я думаю, что это в определенной степени наша моральная обязанность. Что касается, так сказать, вот ваше замечание было, не расслышал, как вы сказали? По поводу Зайца? Не-не-не, вот желания нету, да, вы сказали? Нет, у нас нет, желания Мессиаса, что мы Третий Рим на Южном... Да, да, да. Последний раз у нас такое было в 12 веке, но после Монгола оно у нас отпало, и вроде бы как и Славову и хочу, чтобы... Знаете, знаете, когда мы говорим о грузинской позиции, вот эта тема для меня очень, и для всех нас очень чувствительна, это суть нашей привлекательности в нынешнем измерении и суть нашей привлекательности в измерении будущего. И я всегда, ну, помимо других вопросов более такого специфичного характера, я подчеркиваю и то, что наша привлекательность должна быть нашей, скажем, в полной степени свободой демократичности политического процесса в Грузии. Вот когда сюда человек приезжает, будь то армянин, азербайджанин, он себя должен чувствовать, знаете, вот как в лаборатории, где нет никаких ограничений ни творческому мышлению, ни политическому мышлению, ни экономическому инициативу. Поэтому вот, наверное, вот когда мы говорим о предопределяющей роли Твилисии и Грузии, наверное, вот это, вот это, знаете, вот это неосезаемое, скажем так, неосезаемое измерение, когда здесь человек свободен, когда здесь человек полностью отдается, так сказать, своим инициативам, реализации этих инициатив, свободному угрожению своих мыслей, фиксации своей позиции, наверное, это то, где мы максимально должны стараться не потерять свое преимущество. Наверное, вот в этом плане, знаете, вот помимо там наши контрибуции в логистику тех иных проектов, вот это измерение для меня лично оно крайне важно. Вот зрелость грузинского политического мышления, зрелость грузинской политической мысли и политического процесса для меня иногда гораздо важнее, чем то, сколько мы нефти прокачаем по тому или нефтепроводу или сколько газа пройдет по тому или иному газопроводу. Абсолютно согласен с вами, потому что то, о чем вы сказали, это и является прочим фундаментом на будущее. Ну и сейчас я перехожу немного к тяжелой теме. Тяжелая тема я имею в виду одно необходимое. Это речь идет о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией и того, ну, мой друг Владимир Ковчак говорит, что мы готовим зрителей к зачету по армяно-азербайджанскому конфликту. То есть мы настолько атомизировали это все разбираем, но в общем-то процесс идет по принципу шаг вперед, два шага назад, потом два шага вперед, один шаг назад. В общем, движение есть, но оно, например, сейчас пошел тренд опять отката, опять пошел тренд эскалации и так далее. И скажу прямо, возможны разные варианты окончания войны. То есть война может окончиться, но мира может не быть. Более того, Азербайджан может полностью восстановить суверенитет на своей территории, но при этом может не быть мира. В этом плане понятно, что советовать нам тяжело, но все-таки ваш взгляд на то, что могли бы предпринять стороны, учитывая недоверие. Да. Несмотря на атмосферу недоверия, несмотря на ту данность, когда есть определенное осложнение на полении соприкосновения сторон, конечно, переговорный процесс, он в любом случае должен быть идти, должен продолжаться. Самый последний документальный отклик насчет этого процесса, телефонный разговор между госсекретарем Соединенных Штатов Блинкеном и министром основных тел Турции Эденом, где это было подчеркнуто значимость Турции по вопросу мирного регулирования конфликта. Знаете, несмотря на то, что иногда складывается такое впечатление, что стороны скатываются к очередному всплеску, вот у меня лично такое ощущение, что где-то все-таки внутренний голос диктует им не отказаться от этого переговорного процесса, который с большими трудностями, с большой пробуксокой все-таки идет и без излишней романтизации темы, эта тема абсолютно лишена романтизации, я все-таки думаю, что уже четкое укоренение сознания как по армянской и на армянской стороне, так и на азербайджанской стороне, что для реализации как раз того потенциала, который связан с завтрашним днем и с потезавтрашним днем, вот заключение этого мирного договора просто необходимо, просто необходимо, несмотря там определенно это может быть преимущество там с военной составляющей и так далее, и так далее, я думаю, где-то вот стороны перешагнули все-таки через психологический губикон, когда они четко осознали, что без официального документа, без урегулирования вопроса не может быть реализации, полной степени реализации того потенциала, который сгудит и Азербайджану, и Армении, и Грузии, кстати, большими благами и большими, так сказать, более интересными результатами. Вот как-то вот меня все-таки вот еще раз повторюсь, я как-то вот если вот сейчас говорить, вот бутылка наполовину пустая, наполовину заполненная, давайте все-таки скажем, что мы оптимисты в этом плане, я думаю, что вот инерция процесса уже переговорного, она настолько четко прослеживается, что мне как-то вот сейчас трудно представить, что может эту инерцию остановить и, так сказать, повернуть вспять. Я очень надеюсь, что так оно и будет, и ничего, так сказать, негативного в этом плане не произойдет. к сожалению, будут вспышки, знаете, вспышки, определенные вспышки, это сказать, военного характера будут не только до заключения, но будем реалистами, они могут быть и после, потому что одно дело заключить договор, а второе дело, знаете, вот привыкнуть к сути договора и привыкнуть к букве, к духе договора, подписать тот или иной документ, давайте вот сейчас не выдумывая велосипед, это одно дело поставить подпись, но привыкнуть жить вместе с этим документом, это, знаете, иногда даже гораздо больше сложная задача, но это, давайте все-таки скажем так, уже задача второго этапа, самое главное сейчас формализация вот этого примерного переговорного процесса. Всегда говорил и буду говорить, что, конечно же, война это очень тяжелая работа, но мир это еще более тяжелая. Знаете, вот мир это, наверное, как человеческие отношения, вот не бывает ни любви, ни романтики, ни дружбы, просто как вот данность, это постоянный труд, постоянный труд и раз такая категория заслуживает, так сказать, постоянного труда, инвестиций, вложений, вот представим себе вот такие сложные отношения, сложные с такой снаслойкой, скажем так, целого ряда негативов. Наверное, этот договор должен еще, который, надеюсь, будет подписан, должен показать свою состоятельность еще в течение последующих нескольких поколений, как наших армянских людей, так и азербайджанских. Вот потом как-то вот от формальной составляющей до фактической составляющей этот договор должен пройти еще определенный путь. Виктор, будем считать, что это была наша водная беседа. Я, честно говоря, планировал поговорить еще и про Турцию, про Украину, немного про Иран, про Россию мы всегда говорим, потому что что бы мы ни говорили, мы все равно Россию имеем в виду. Но время бежит настолько быстро, что я не успел оглянуться, как оно у нас подошло к концу. Я единственное, что хочу у вас попросить, для этого вещания появляться у нас регулярно, потому что это было чертовски интересно. огромное вам спасибо. Гела, за ваш такой добрый отзыв, добрую оценку. Еще раз скажу, без красного столца, скажем так, для меня это большая честь и большая возможность и большое просто человеческое профессиональное удовольствие. большое спасибо, друзья, что были вы сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо.